Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины, известные картины. Портрет мадам Рикамье. Считается, что это одна из лучших картин кисти Жак-Луи Давида. Хотя заканчивал картину его ученик Энгер. Но он заканчивал торшер-лампу, дописывал. Ну что, мадам полулежит на кушетке, напоминающей античные ложи. После портрета этот предмет мебели войдет в моду. Ампирную кушетку так и будут называть Рикамье. Белое платье с высокой линией талии, похоже на тунику. Давид написал его без всякой современной отделки, чтобы оно выглядело по-гречески, лаконичным и простым. Высокая прическа из кудрой в греческом стиле. Популярна в период директории по сравнению с монархическими пудренными париками. Кажется образцом естественности. Правда, Жулия была недовольна, что ее черные от природы волосы Давид ради цветовой гармонии сделал каштану. Кто же такая мадам Рикамье? Слава мадам Рикамье перешагнула границы Франции и имя ее перешло в разряд нарицательные. Они говорили в Италии, Австрии, Англии, Германии. Знаменитая светская красавица, хозяйка знаменитого салона, который в эпоху директории был главным центром парижской интеллектуальной жизни. Здесь встречались, флиртовали, спорили лучшие люди своего времени. Писатель Шатабриан, критик Сенбёв, маршал Бернадотт, будущий король Норвегии и Швеции, романистка мадам де Сталь. Среди воздыхателей Жулии числились брат Наполеона Люсиен Бонапарт, принц Август Прусский и еще многие другие. Личная жизнь Жулии была необычна. Когда исполнил 16 лет, к ней посватался 42-летний богатый банкир Рикамье, который страстно был влюблен в ее мать. Очень скоро они с Жулией повенчались, но близкий круг знал, что между супругами никогда не было интимной близости, а в отношении семьи больше напоминали уважительное доверие между отцом и дочкой. Кстати, поговаривали, что Жулия в самом деле могла быть дочерью банкира Рикамье, который пошел на неординарный шаг к женинью, чтобы в случае возможных политических потрясений его состояние перешло к его самому близкому человеку Жулии. Возможно, поэтому Давид решил изобразить 23-летнюю мадам Рикамье в образе босоногой античной девственницы Висталки. Ну вот так вкратце о портрете мадам Рикамье Жака Луи Давида. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...